Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Елена Зинатулина. И вот о чем сегодня выпуски. В Татарстане началась осенняя призывная кампания. Я хочу служить в Марфлоте. Вот пришел, сказал, что вот есть пожелание Марфлот. Как она проходит и с какими мыслями призывники уходят на срочную службу, узнал Иван Сарафанов. Кредитом – отсрочку, налогом – отмену. Кредитные каникулы можно получить по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку, а также кредитные карты. Какие меры экономической поддержки действуют в условиях частичной мобилизации, расскажет Рамиль Шайдулин. От истории к будущему. По мере того, как дальше мы отсозидаем, дальше мы отсозидаем, значит, мы больше сплачиваемся. Что в Казани обсуждают на международной конференции? Он был великолепным артистом, любил рыбалку и был знатным пчеловодом. Сегодня в Казани просились с народным артистом Татарстана Наилем Дунаевым. Он был искренний, чуткий и в то же время глубокий по мысли в своих ролях. Каким он останется в сердцах своих родных, близких и коллег, расскажет Алияха Рудинова. В это непростое время страны исламского мира продолжают наращивать диалог с Россией. Об этом сегодня говорил Рустам Мениханов в Москве на итоговом заседании Оргкомитета по подготовке и проведению тысячестолетия официального принятия ислама в Ужской Булгарии. Его правил вице-премьер страны и председатель Оргкомитета Марат Хуснулин. Он напомнил, по распоряжению Владимира Путина празднование получило федеральный масштаб. О ключевых событиях и значении юбилея наш репортаж. По распоряжению президента страны Владимира Владимировича Путина торжественные мероприятия проводились на федеральном уровне. В апреле прошлого года Владимир Путин принял решение отметить тысячестолетие официального принятия ислама в Ужской Булгарии на федеральном уровне. Оргкомитет возглавил вице-премьер страны Марат Хуснулин. Он лично проводил одно из первых заседаний в Болгарии и приезжал на все ключевые события празднования. Сегодня подводят итоги юбилейного года. Хочу от всей души поблагодарить всех членов Арккомитета, представителей духовенства, а также Республику Патарстан за высокий уровень подготовки мероприятий по празднованию юбилейной даты. В то время как западная общественность дискредитирует Россию, мы видим поддержку со стороны исламского мира. Свидетельством этой поддержки стало активное участие представителей мусульманских стран на международном экономическом саммите России-Исламский мир Казан-саммит. Празднование вышло и на международный уровень. Гостями Казан-саммита стали представители 64 стран и 59 регионов России. Глобальный молодежный саммит собрал под эгидой организации исламского сотрудничества представителей 70 стран мира. Казань получила статус ее столицы. Юбилейная дата пришлась на непростой для нашей страны период. Вооруженные противостояния на Украине и оказываемые на Россию беспрецедентные давления стали серьезным вызовом для всех нас. Тем не менее, все намеченные мероприятия были организованы и проведены на высоком уровне. Отрадны, что в это непростое время страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией. Поистине историческим событием стала закладка первого камня на месте возведения соборной мечети Казани. Она будет вмещать 10 тысяч верующих. Ключевые празднования прошли в Древнем Болгаре. Изгебл Гаржиене собрал больше 20 тысяч мусульман республики страны и мира. 11 веков назад на этой земле нашими предками официально был принят ислам. Нужно беречь и передавать это культурное и духовное наследие, говорит сегодня Миндзимир Шаймеев. Самим даже сейчас, как говорится, не верится, что такое большое дело за такой короткий период сделано. Следы Болгар, 1100 летия, надо углубить. А углубить это через внедрение сознания детей. И на конгрессе татар мы этот тезис озвучили. Постепенно мы создадим условия для того, чтобы дети из российских регионов мы могли принять. Сегодня ислам, неотъемлемая часть российской государственности, ее истории и культуры отметили в Оргкомитете. Его последователями считают себя десятки миллионов россиян. Президент страны не раз отмечал значительный вклад российских мусульман в динамичное развитие нашей Родины. Лина Зинатульна, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва, Казань. В рамках рабочей поездки в Москву Рустам Миниханов сегодня встретился с Евгением Дитрихом, генеральным директором государственной транспортной лизинговой компании. Они обсудили развитие отрасли транспорта и судостроения. Особое внимание уделили состоянию речного транспорта и пассажирским перевозкам. Кроме этого, президент Татарстана медалью за доблестный труд наградил Бориса Кабакова, директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России. Сегодня Рустам Миниханов в Москве встретился с президентом Российского союза промышленников и предпринимателем Александром Шохиным. Подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Республики, общероссийским объединением работодателей и ассоциацией предприятий и промышленников Татарстана. Оно направлено на развитие содействия и улучшение инвестиционного климата. Рустам Миниханов вручил Александру Шохину государственную награду Республики Орден Дуслык. Президент, в свою очередь, получил ведомственную награду Союза медали за заслуги. Призначительный вклад в развитие промышленного потенциала Республики Татарстан Орденом Дуслык награжден президентом Российского объединения работодателей Российский союз промышленников и предпринимателей Шохин Александр Николаевич. За вклад в развитие и поддержку отечественной промышленности и предпринимательства Российский союз промышленников и предпринимателей награждает медали за заслуги президента Республики Татарстан Миниханова Рустама Нургалевича. Спасибо. В год празднования тысячестолетия официального принятия ислама волжской Булгарии и в год культурного наследия народов России в Казани открылась международная конференция. Тема – реставрация, консервация и музеификация археологического дерева и органических материалов. Как заявил на открытии Митимир Шаймеев, Татарстан в последнее десятилетие целенаправленно и предметно занимается вопросами возрождения и сохранения культурного наследия. За обменным опытом к нам приехали 100 специалистов из России и зарубежья – Китая, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Турции, Сенегала. Как отмечают в этой сфере, многому можно поучиться именно у нас. Какие профессиональные вопросы обсуждали специалисты и какой глобальный смысл в этой работе, расскажет Дмитрий Аринин. Символом международной конференции стала фигура лошади. Изначально многие думают, что это троянский конь. Но на самом деле для символа использовали образ кожаной игрушки 16 века, которую обнаружили при раскопках в Свияжске. Участники конференции приехали изучить опыт Татарстана. В 2018 году на острове Граде-Свияжск при поддержке Ментимера Шаймиева и Фонда Возрождения был открыт крупнейший в Европе и единственный в России музей археологического дерева «Татарская слободка». Его коллекция насчитывает более 140 тысяч различных артефактов. Это и деревянные строения, и предметы утвари. Строительный модифицирован огромный пласт средневековой строительной культуры. Вы-то жители Свияжска, жители среднего побожья. И она, вот это занятие, открыла новую страницу в сохранении историко-культурного наследия нашей необъятной Родины. И без сомнений займет особое место, о котором я говорю, по знанию Российской Федерации и её богатейшей культуры. Мы дорожим своей Родиной. Многоконфессиональной, многонациональной. И по мере того, как дальше вот созидаем, дальше созидаем, значит, мы больше сплачиваемся. Идёт процесс роста самосознания всех нас. Роста самосознания и духовности на этой основе. Над созданием музея объединилось огромное научное сообщество. Наши специалисты разработали ряд передовых методик. Так, для лучшей пропитки древесины специальным раствором предметы помещали в вакуумную камеру. Были применены ряд новых технологий, позволяющих добегаться более качественного, не собраться для крупномерных объектов, потому что подобный опыт для России это был впервые. Международная конференция в Казани посвящена так называемой «мокрой археологии», то есть дереву и органическим предметам, найденным во влажной среде. Обменяться опытом приехали более ста специалистов из России и зарубежья, Китая, Монголии, Сенегала, Турции и ещё ряда стран. Настоящего музея археологического дерева ни в одном древнерусском городе пока не создано. Вот все опыты очень локальны, поэтому Казани, Казани, Татарстан с созданием музея в Савиярске подаёт нам примеры. Мы, конечно, все заинтересованы в том, чтобы мы больше знали об этом опыте, чтобы он расширялся, чтобы он стал достоянием мировой, наверное, реставрации. На конференции я смогу удовлетворить две свои потребности с точки зрения обмена опытом. Я смогу узнать новые техники работы в полевых условиях и как потом правильно музеифицировать найденные предметы. Развивать надо всё. У нас и с кадрами не очень хорошо в этом отношении. Реставраторов по дереву, но их тоже по пальцам можно пересчитать. И с реагентами, думаю, что это вопрос решаемый. Химия у нас как бы в стране развита неплохо. Как отметил ментимер Шаймиев, символично, что конференция проходит в год культурного наследия народов России и год тысячестолетия официального принятия ислама в Орской Булгарии. Работа по сохранению традиций народов имеет глубокий смысл. Выступление государственного советника было созвучно с валдайской речью Владимира Путина. Он подчеркнул, развитие должно идти именно в диалоге с цивилизацией. С опорой на духовно-нравственные ценности. У разных цивилизаций, разные понимания самого человека. Это слова Владимира Владимировича на Балдайском клубе. Его природа, она часто только на поверхности разной. Но все признают высшие достоинства и духовные сущности человека. Это так. И чрезвычайно важно, общий фундамент, на котором мы, безусловно, можем строить и должны строить свое будущее. Потому что все время в ожидании будущего. Ну, будущее, оно всегда в ожидании будет. Но его, значит, сблизить и почувствовать, и передать дальнейшим молодым поколениям, следующим поколениям, что это нужно, потому что духовность без этого не приходит. Ментимер Шаймиев отметил, Татарстан идет по этому пути, реализуя уникальные проекты, в числе которых редчайший в мире музей дерева. Конференция будет идти до конца недели. Специалисты обсудят различные аспекты мокрой археологии и посетят древний Болгар и остров Грацвиярск, где наглядно познакомятся с сохранением культурного наследия. Дмитрий Айрин, Рамзельгарипов, ТНВ, Казань. Сегодня Ментимер Шаймиев встретился с делегацией Российского исторического общества. Среди гостей председатель правления общества Константин Могилевский, вице-президент РАН Николай Макаров и академик Национальной академии наук Азербайджана Шахин Мустафаев. Обсудили вопросы отечественной исторической науки, а также образования в средней и высшей школе. Константин Могилевский вручил Ментимеру Шаймиеву благодарственное письмо за бережное отношение к историко-культурному наследию Татарстана и России. Ректор КФУ Ленар Сафин наградил государственного советника золотой медалью имени Христиана Френа. Ментимер Шаймиев вручил благодарственное письмо гостям уже от имени Республиканского фонда «Возрождение». На 620 миллионов рублей банки республики дали кредитные каникулы мобилизованным и их семьям. Сначала частичная мобилизация. Сегодня об этом сообщили на брифинге, посвященном мерам экономической поддержки населения в новых условиях. Так, федеральные законы освобождают мобилизованных и их семьи от выплаты кредитов, займов, ипотек и многих других регулярных платежей пока идет спецоперация и минимум на месяц после ее окончания. Мобилизованные предприниматели освобождаются и от предоставления декларации, бухгалтерской отчетности. Республика освободила от уплаты транспортного налога. Какие еще есть меры поддержки и как их получить, расскажет Рамиль Шайдулин. Мобилизованным и их семьям нужно не только внимание, но и реальные экономические меры поддержки, считают в Министерстве экономики, Республиканском Минземе, Налоговой и Банках. О самых актуальных на сегодня они рассказали в Доме правительства. Кредитные каникулы можно получить по всем потребительским кредитам и займам, включая ипотеку, а также кредитные карты, которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Мобилизованным и их родственникам предоставляются каникулы по всем возможным кредитам и займам, включая ипотеку. Выплаты замораживаются на все время участия в специальной военной операции плюс минимум 30 дней после нее и отдельно в период реабилитации. По информации Минэкономики, ни один банк в республике не имеет права отказать в отсрочке ни одному мобилизованному, конечно, если Минобороны подтвердило его участие в СВО. Остальное дело техники подать заявку на отсрочку можно как в отделении, так и через приложение. При подаче заявки в филиале банка необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и военный билет вместе с поездкой о прохождении службы. Если эту заявку подает член семьи, то дополнительно необходим документ, удостоверяющий родство с мобилизованным. Если какой-либо банк отказывает в предоставлении каникул, следует обращаться напрямую в Минэкономики Республики. Там обещают отработать каждый случай индивидуально. Это же касается и самозанятых, и предпринимателей. Первым продлят договоры микрозайма, бизнесу, сроки предоставления декларации, отчетности и расчетов налога на прибыль. Еще одна мера поддержки – это налоговая отсрочка. Мобилизованные татарстанцы могут не платить за транспорт. Законом Республики Татарстан, номер 73, 21 октября текущего года, жители нашей республики, призванные вооруженной силой в рамках частичной мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год. Кроме того, мобилизованным татарстанцам не нужно оплачивать налог по уведомлениям об уплате до 1 декабря. Они будут сформированы с иными сроками. Освободят ли мобилизованных и от уплаты других имущественных налогов, например, на землю, будет зависеть от муниципалитетов. Согласно федеральному законодательству, земля и недвижимость – их прерогатива. По всем другим вопросам, касающимся мер поддержки, можно обращаться по адресам, указанным на экране, и по единому номеру горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Рамиль Шайдуль, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане началась осенняя призывная кампания. В этом году из-за частичной мобилизации она стартовала на месяц позже. По стране призовут 120 тысяч юношей, 3 тысячи из нашей республики. Это меньше, чем в предыдущей кампании. Сегодня открылись 49 пунктов призыва. Как сообщил военком республики Сергей Погодин, цитата, «Мероприятие предстоящего призыва никак не связано с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленной законодательством России сроке и в плановом порядке. Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания». Куда отправят и куда хотят сами призывники Иван Сарафанов. Представитель призывной комиссии Ширяев Александрович призывной комиссии прибыл. Максиму Ширяеву 21 год. В военкомат пришел сразу после учебы, не дожидаясь повестки. Окончил автотранспортный техникум в Казани. Хочет попасть в ВМФ. Родственники поддержали его решение. «Все сказали, что вот правильно, после учебы сразу, говорит, иди. Первый сразу, говорит, в лучшие войска пойдешь. Ну вот, я пришел, сразу сказал, можно мне побыстрее. И вот 7-го числа сказали, Калининград». Азамат Халимов работает в научной лаборатории при университете КНИТУ КАИ. Военную часть выбрали ему по специальности. Будет служить в Анапе, в научной роте технополиса «Эра». Я окончил самолетостроение. Работаю я в лаборатории по изготовлению военных беспилотников. Отправляют меня во взвод робототехники. Во время призывной комиссии ребята проходят профессионально-психологические тесты и медосмотр. Дважды сдают тест на коронавирус. «Осматривают все основные специалисты – окулист, хирург, лороврач, психиатр, стоматолог, терапевт, невролог. Любые жалобы, которые предъявляет призывник, должны быть обследованы». Сегодня в военкомате Приволжского и Вахитовского районов Казани призывную комиссию проходят 25 юношей. Всего отсюда на срочную службу отправится 200 ребят. «Большинство призывников будут проходить службу в учебных воинских частях порядка пяти месяцев, изучать технику, изучать свою воинскую учетную специальность, а в последующем будут направлены для прохождения службы по предназначению. Остальная часть призывников будет направлена, исходя их уровня образования, состояния здоровья, в воинские части сразу». Срочники, призванные на военную службу, не будут направляться на Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. «Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине, привлекаться не будут. А военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания». В этом году из-за частичной мобилизации осенняя призывная кампания началась на месяц позже, 1 ноября. В республике сегодня заработали 49 призывных пунктов. «В этом году на срочную службу из Татарстана планируют отправить около 3000 ребят. Несмотря на то, что призывная кампания стартовала на месяц позже, закончится она, как обычно, в конце декабря». Иван Сарафанов, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. «В Татарстане выросло количество исков к управляющим кампаниям о взыскании долгов за капремонт. О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Москве открылась всемирная тематическая конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом. В ней принимают участие лидеры общественных объединений и диаспоры из 84 стран мира. Татарстан представлял председатель госсовета Фарид Мухаммедшин. На масштабном форуме обсуждают актуальные вопросы из жизни наших соотечественников за пределами родины. К участникам по видеосвязи обратился премьер Михаил Мишустин. Приветствие направил и глава МИД Сергей Лавров. Как один из самых успешных был отмечен опыт Татарстана в торгово-экономическом сотрудничестве и по программе переселения соотечественников. 360 заявлений получила наша республика от желающих вернуться на историческую родину. Фарид Мухаммедшин рассказал о крупных мероприятиях, которые привлекают наших соплеменников. Это тысячестолетие принятия ислама, казан-саммит, сабантуй как народная дипломатия. Только в этом году он прошел в 48 регионах и 20 зарубежных странах. Все благодаря активной международной деятельности президента Рустама Маниханова, отметил Фарид Мухаммедшин. Времена несколько изменились. Сейчас и работать надо больше конкретно. И поддержку бизнеса, чтобы экономическая составляющая взаимодействия, взаимоотношений со странами, где живут наши соотечественники, не уменьшалась. Но, с другой стороны, сегодня надо активно подключать народную дипломатию. Я ее так назвал в своем выступлении. Через культурное общение, духовное общение с людьми, которые проживают в разных странах. Целый ряд вопросов, конечно, должны начать регионы. Вот я знаю Татарстан, он активно участвует в целом ряде процессов. Я знаю взаимоотношения и с Узбекистаном, и с Казахстаном, и с Киргизией. Это пример того, как регионы должны продвигать целый ряд вопросов, и в том числе защиту наших соотечественников. Сегодня общественность Татарстана проводила в последний путь народного артиста легенду театральной сцены именитого педагога Наиля Дунаева. Его не стало на 86-м году жизни. Панихида прошла в его роддом в Камаловском театре, где он проработал больше 60 лет. За эти годы он создал более полусотни ярких и запоминающихся образов. Ведущий и многоплановый актер. Так он был представлен в начале своего творческого пути режиссеру Камаловского. Таким и остался, говорили сегодня коллеги. А большая потеря для национального театрального искусства Алия Харудзинова. В фойе Камаловского театра сегодня играет траурная музыка. Театральное сообщество Республики прощается с одним из самых любимых артистов Наилем Дунаевым. Ему были подвластны все роли. Острохарактерные и мягкие, трагичные и комедийные, и почти всегда главные. Он один из тех легендарных первых щепкинцев, кто начал работать в Татарском академическом театре. Прекрасный актер, замечательный педагог Дурай. Я думаю, что Наиль у всех зрителей остается в памяти обязательной. Он был искренний, чуткий и в то же время глубокий по мысли в своих ролях. Для такого нашего большого театра, такого актера потерять это очень тяжело. Николай Дунаев родился в деревне Ахметьево Заинского района, окончил щепкинское училище и сразу был принят в труппу Камаловского театра. Выпускались студенты со спектаклем «Тука» и Ахмета Файзи. Тогда ему и предложили взять как псевдоним татарское имя Наиль. Сегодня от имени президента Татарстана соболезнование близким передал заместитель председателя госсовета Марат Ахметов. Сегодня в театре погасла еще одна звезда. Но Наиль Дунаев, один из легендарных щепкинцев, в 60-е годы вдохнувших новую жизнь в татарский театр, останется в памяти надолго. Нужно помнить, именно их таланту принадлежит последняя полувековая история Камаловского театра. Казалось, что он смотрит только на тебя. Глаза горят. Ну, чудо. Это самый мой любимый артист. Друзья и близкие Наиля Дунаева знают и другие стороны его таланта. То, что оставалось за кулисами. Он переводил пьесы, преподавал в театральном, любил рыбалку, был знатным пчеловодом. А еще прекрасным семьянином с женой Татьяной воспитали сына. Для супруги он навсегда останется любимым Колей. Был всегда очень искренний, очень хорошо относился к людям. Он отличался именно вот уезжателем, настырностью. Он был стабильным человеком. Наиль Дунаев был частым гостем и в студии ТНВ. В одном из интервью он подчеркивает, человек должен оставаться верным своим принципам. Своя линия должна быть всегда. К общему знаменателю всегда можно прийти. Во время спектакля на сцене остаются только актеры. Режиссера уже нет. Главный на сцене всегда артист. В этом и есть его сила. Из Камаловского театра Наиля Дунаева проводили под музыкальную композицию из спектакля «Зитья Гиргири», в котором он играл 26 лет. Похоронили актера на Курганском кладбище. Сегодня в Казани в рамках чемпионата России Костсинтез сыграл против Костсинтез УОР. Итог встречи 8-19 в пользу команды Костсинтез. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе РУТЮБ. До встречи. Большой спорт снова в Казани. 4-5 ноября. Дворец единоборств «Акбарс». Кубок мира по борьбе на поясах. Более 30 стран. Сильнейшие атлеты со всех континентов мира. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчены зебрую метка «Дорога». Что надо сейчас перейти? А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут «Спасибо» знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. По карте покупателя приходите в магазин «Улыбка радуги». Сезон норковых шуб открыт. В «Мехомании» норковые шубы с капюшоном всего 65 тысяч рублей. «Мехомания» ТРК «Паркхаус». Снег кружится, летает и тает по всей республике Татарстан. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды о студии Илья Андреев. Пасмурный циклон продолжает оказывать влияние на погодные процессы в Татарстане. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в предстоящие сутки в Бугуль, Небоблах и Ознакаево сохраняется облачная погода. Ожидается снег, переходящий в дождь. Ночью около 1 градуса ниже 0, днем до плюс 1 градуса. Неустойчивая и капризная погода. В наберных челнах Нижнекамске, Елабуге, Осадке, в виде мокрого снега. В дневные часы ожидается около 1 градуса тепла. В Агрызе Менделеевские октаныши снег с дождем и порывистый ветер. Ночью около 1 градуса выше 0. Днем температура не превысит 2 градусную отметку. В Тассе облачные сыра, дождь, мокрый снег, температура воздуха ночью. 1 градус тепла, днем не выше 2 градусов со знаком «плюс». Облачная погода с дождями и мокрым снегом сохраняется. В Болгарии, Дрожаном, Буинске ветер усилится. Температура в дневное время около 1 градуса тепла. В Альмитевске, Чистополе, Мадыши прогнозируется облачная погода с осадками и порывистым ветром. Днем не выше 2 градусов тепла. В четверг осадки усилятся, станет чуть теплее, а ветер немного сбавит обороты. В Казани сохраняется облачная погода, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильный и порывистый ветер с северного направления с переходом на северо-восточный. Ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, а днем до плюс 3. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 94% магнитное поле земли неустойчивое, что может стать причиной недомогания. Ноябрь, переходный месяц от осени к зиме. Дождь борется со снегом, плюсовые температуры с минусом. Паровистый ветер срывает оставшуюся листву. Осень, унылая пора, а ще очарование. То время года, когда нам следует согревать друг друга своими словами, своими чувствами, делами. И тогда никаких холода нам не будут страшны. Мы желаем вам солнечного настроения при любой погоде. Смотрите наш телеканал. Всего вам доброго и до новых встреч.